Я люблю спа-процедуры. Пес по кличке Граф тоже. Немецкая овчарка посещает груминг-салон во второй раз. Собаку уже помыли, сейчас процесс сушки. Моют, вычесывают и стригут Графа в одном из новых груминг-салонов в Ульяновске. Прежде чем принять четвероногих клиентов, здесь их осматривают и наличие паразитов. Также у собак или кошек основных посетителей бьюти-студии должен быть ветеринарный паспорт с отметкой о прививках. Мы это вычесываем, делаем, потом специальные маски наносим, потом далее моем животное. Если это нужно, то есть очень много кошек, которые с зажирненной кожей, то есть мы обезжирим это все специальным раствором. Потом сушим, потом опять все это вычесываем. Как правило, сеанс начинается с промывки ушей, лечебным лосьоном и стрижки когтей. Сегодня нашему герою Графу не понадобился маникюр. Грумер Венера занимается животными больше 25 лет. У нее свой питомник из персидских кошек. Салон красоты для четвероногих она открыла только в сентябре, после того, как обучилась на Грумера. Но запись на СПА расписана почти до конца года. Судя по всему, процедуры по уходу за питомцами в Ульяновске пользуются популярностью. Сейчас в России много курсов, где обучают на мастера красоты для кошек и собак. По мнению Венеры, пройти подготовку один раз недостаточно. Чтобы стать настоящим специалистом в этом деле, необходимо посещать различные мастер-классы. Желательно по каждой породе животных отдельно. Каждый питомец это как человек, отдельная личность, поэтому совершенно каждому подход. Если это собачка, она пытается привыкнуть к нам, то есть как бы в контакте, начинаем работать потихоньку. То есть с агрессивными мы не работаем с животными, потому что груминг это все-таки именно салон красоты для животных, но это, скажем, не воспитательный комплекс. С кошками обычно ситуация потяжелее. Для особо неконтактных пород в груминг-салоне есть, к примеру, специальная сушилка, которая позволяет снизить страх у животного. Бывает, сотрудники салона красоты для животных перед процедурами просят хозяина дать успокоительное ушастому клиенту. Всегда рекомендуем уже щенкам начинать там с 3-4 месяцев посещать груминг. То есть ей желательно, конечно, если вы там выбираете, чтобы это было посещение к одному там уже груминг, так как животное тоже привыкает, скажем так, к человеку. Венера добавляет, если животным процедура по душе, то они словно улыбаются. Йоркширский терьер по кличке Лея, как и граф, постоянный клиент из салонов красоты. Собачки обновили стрижку. Хозяйка не нарадуется. Пока питомец в салоне, она может заняться своими делами. В среднем сеанс у грумера длится около трех часов. Сидеть со своим животным не только не нужно, но и нежелательно. Собака или кошка начинает капризничать. Мы уходим, потому что все оставляют собак с ними сидеть. Наверное, невозможно. Они при хозяевах, как дети, себя плохо ведут. Вот здесь собаку я оставляю на три часа. Вот до этого мы стриглись, где-то полтора часа занимала стрижка. Вот как она готова, нам звонят, чтобы можно ее забирать. Вы довольны результатом? Очень, очень. Она прям очень красивая. Дали июнь. Следить за состоянием шерсти, кожи, когтей, ушей, глаз животных можно и в домашних условиях. Грумеры советуют купать четвероногие хотя бы раз в две недели с использованием шампуня и кондиционера. Необходимо также промывать уши. Кошка или собака должны линять два раза в год. Не более того. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.